Когда-то он был в королевстве зубов. В этом королевстве жила принцесса-женщина по имени Перил. Зубы Перила были достаточно яркими, чтобы служить примером другим зубам. Но однажды на королевство Перила напали резиновые монстры. Монстры ослабили сопротивление зубов сладкой пищей. Перил решил объединиться с остальными зубами и защитить свое королевство. Вместе с присоединившимися к принцессе друзьями-стоматологами, они выбрали для них здоровую пищу и начали битву за чистку зубов. Перил использовал зубную щетку и зубную нить, чтобы защитить свое королевство. Другие клыки тоже присоединились к этой битве и оттеснили монстров назад. В конце концов, Перил и его друзья-зубы вернули своему королевству здоровые и блестящие зубы. Зубы были благодарны принцессе и решили с этого дня уделять больше внимания здоровью своих зубов. Зубное королевство под руководством Перила продолжало распространять счастье везде, где оно улыбалось. Когда-то он был в королевстве зубов. В этом королевстве жила принцесса-женщина по имени Перил. Зубы Перила были достаточно яркими, чтобы служить примером другим зубам. Но однажды на королевство Перила напали резиновые монстры. Монстры ослабили сопротивление зубов сладкой пищей. Перил решил объединиться с остальными зубами и защитить свое королевство. Вместе с присоединившимися к принцессе друзьями-стоматологами, они выбрали для них здоровую пищу и начали битву за чистку зубов. Перил использовал зубную щетку и зубную нить, чтобы защитить свое королевство. Другие клыки тоже присоединились к этой битве и оттеснили монстров назад. В конце концов, Перил и его друзья-зубы вернули своему королевству здоровые и блестящие зубы. Зубы были благодарны принцессе и решили с этого дня уделять больше внимания здоровью своих зубов. Зубное королевство под руководством Перила продолжало распространять счастье везде, где оно улыбалось. Когда-то он был в королевстве зубов. В этом королевстве жила принцесса-женщина по имени Перил. Зубы Перила были достаточно яркими, чтобы служить примером другим зубам. Но однажды на королевство Перила напали резиновые монстры. Монстры ослабили сопротивление зубов сладкой пищей. Перил решил объединиться с остальными зубами и защитить свое королевство. Вместе с присоединившимися к принцессе друзьями-стоматологами они выбрали для них здоровую пищу и начали битву за чистку зубов. Перил использовал зубную щетку и зубную нить, чтобы защитить свое королевство. Другие клыки тоже присоединились к этой битве и оттеснили монстров назад. В конце концов, Перил и его друзья-зубы вернули своему королевству здоровые и блестящие зубы. Зубы были благодарны принцессе и решили с этого дня уделять больше внимания здоровью своих зубов. Зубное королевство под руководством Перила продолжало распространять счастье везде, где оно улыбалось. Когда-то он был в королевстве зубов. В этом королевстве жила принцесса-женщина по имени Перил. Зубы Перила были достаточно яркими, чтобы служить примером другим зубам. Но однажды на королевство Перила напали резиновые монстры. Монстры ослабили сопротивление зубов сладкой пищей. Перил решил объединиться с остальными зубами и защитить свое королевство. Вместе с присоединившимися к принцессе друзьями-стоматологами, они выбрали для них здоровую пищу и начали битву за чистку зубов. Перил использовал зубную щетку и зубную нить, чтобы защитить свое королевство. Другие клыки тоже присоединились к этой битве и оттеснили монстров назад. В конце концов, Перил и его друзья-зубы вернули своему королевству здоровые и блестящие зубы. Зубы были благодарны принцессе и решили с этого дня уделять больше внимания здоровью своих зубов. Зубное королевство под руководством Перила продолжало распространять счастье везде, где оно улыбалось. Когда-то он был в королевстве зубов. В этом королевстве жила принцесса-женщина по имени Перил. Зубы Перила были достаточно яркими, чтобы служить примером другим зубам. Но однажды на королевство Перила напали резиновые монстры. Монстры ослабили сопротивление зубов сладкой пищей. Перил решил объединиться с остальными зубами и защитить свое королевство. Вместе с присоединившимися к принцессе друзьями-стоматологами, они выбрали для них здоровую пищу и начали битву за чистку зубов. Перил использовал зубную щетку и зубную нить, чтобы защитить свое королевство. Другие клыки тоже присоединились к этой битве и оттеснили монстров назад. В конце концов, Перил и его друзья-зубы вернули своему королевству здоровые и блестящие зубы. Зубы были благодарны принцессе и решили с этого дня уделять больше внимания здоровью своих зубов. Зубное королевство под руководством Перила продолжало распространять счастье везде, где оно улыбалось. Когда-то он был в королевстве зубов. В этом королевстве жила принцесса-женщина по имени Перил. Зубы Перила были достаточно яркими, чтобы служить примером другим зубам. Но однажды на королевство Перила напали резиновые монстры. Монстры ослабили сопротивление зубов сладкой пищей. Перил решил объединиться с остальными зубами и защитить свое королевство. Вместе с присоединившимися к принцессе друзьями-стоматологами, они выбрали для них здоровую пищу и начали битву за чистку зубов. Перил использовал зубную щетку и зубную нить, чтобы защитить свое королевство. Другие клыки тоже присоединились к этой битве и оттеснили монстров назад. В конце концов, Перил и его друзья-зубы вернули своему королевству здоровые и блестящие зубы. Зубы были благодарны принцессе и решили с этого дня уделять больше внимания здоровью своих зубов. Зубное королевство под руководством Перила продолжало распространять счастье везде, где оно улыбалось. Когда-то он был в королевстве зубов. В этом королевстве жила принцесса-женщина по имени Перил. Зубы Перила были достаточно яркими, чтобы служить примером другим зубам. Но однажды на королевство Перила напали резиновые монстры. Монстры ослабили сопротивление зубов сладкой пищей. Перил решил объединиться с остальными зубами и защитить свое королевство. Вместе с присоединившимися к принцессе друзьями-стоматологами, они выбрали для них здоровую пищу и начали битву за чистку зубов. Перил использовал зубную щетку и зубную нить, чтобы защитить свое королевство. Другие клыки тоже присоединились к этой битве и оттеснили монстров назад. В конце концов, Перил и его друзья-зубы вернули своему королевству здоровые и блестящие зубы. Зубы были благодарны принцессе и решили с этого дня уделять больше внимания здоровью своих зубов. Зубное королевство под руководством Перила продолжало распространять счастье везде, где оно улыбалось. Когда-то он был в королевстве зубов. В этом королевстве жила принцесса-женщина по имени Перил. Зубы Перила были достаточно яркими, чтобы служить примером другим зубам. Но однажды на королевство Перила напали резиновые монстры. Монстры ослабили сопротивление зубов сладкой пищей. Перил решил объединиться с остальными зубами и защитить свое королевство. Вместе с присоединившимися к принцессе друзьями-стоматологами, они выбрали для них здоровую пищу и начали битву за чистку зубов. Перил использовал зубную щетку и зубную нить, чтобы защитить свое королевство. Другие клыки тоже присоединились к этой битве и оттеснили монстров назад. В конце концов, Перил и его друзья-зубы вернули своему королевству здоровые и блестящие зубы. Зубы были благодарны принцессе и решили с этого дня уделять больше внимания здоровью своих зубов. Зубное королевство под руководством Перила продолжало распространять счастье везде, где оно улыбалось. Когда-то он был в королевстве зубов. В этом королевстве жила принцесса-женщина по имени Перил. Зубы Перила были достаточно яркими, чтобы служить примером другим зубам. Но однажды на королевство Перила напали резиновые монстры. Монстры ослабили сопротивление зубов сладкой пищей. Перил решил объединиться с остальными зубами и защитить свое королевство. Вместе с присоединившимися к принцессе друзьями-стоматологами, они выбрали для них здоровую пищу и начали битву за чистку зубов. Перил использовал зубную щетку и зубную нить, чтобы защитить свое королевство. Другие клыки тоже присоединились к этой битве и оттеснили монстров назад. В конце концов, Перил и его друзья-зубы вернули своему королевству здоровые и блестящие зубы. Зубы были благодарны принцессе и решили с этого дня уделять больше внимания здоровью своих зубов. Зубное королевство под руководством Перила продолжало распространять счастье везде, где оно улыбалось. Субтитры создавал DimaTorzok